как же все-таки bitcoin всех наколол весь предыдущий месяц это всех каналов из каждого утюга большинство рассказывала что все пойдет вниз никто не верил в рост особенно трейдеры это очень хорошо видно по ликвидациям все шартили и ночью случился сюрприз виток взлетел на 35 все шарты по закрывались много ликвидации так далее у всех минусовые сделки никто не не радуется росту потому что позиции особо нету и сегодня все инфополе занято оправданием себя скажем так подписчики заняты тем что они наезжают на блогеров а блогеры заняты самооправданием что они делают они рассказывают что у них все сделки были в безубытках ничего они не потеряли у них еще и ланги были которые они заранее предусмотрели то есть им очень сложно признать психологически что они ошиблись и то что показывает ликвидации прямо сейчас они продолжают шортить на самом деле но об этом уже публично бояться говорить кто-то конечно обжегся и стоит в стороне подписчики нашли повод понаезжать на всех пишут гневные комментарии какие вы все профаны вы ничего не знаете про графики и вот из-за вас я потерял деньги вот из позиции жертвы и вот такая каша сегодня творится в интернете буквально несколько часов назад мониторю youtube вижу один знакомый канал называется супер маржин там армен он трейдер он рассказывает про свои сделки всегда призывает там соблюдать риск-менеджмент и так далее то есть там такой истории нету нажимаете all in сейчас миллионерами станете в основном все очень грамотно и так как он вчера снял видео где рассказывал что цена пойдет вниз то есть от 31 отскочит и упадет сегодня получил очень много гневных комментариев какой ты там профан ты ничего не понимаешь мы за тебя кучу денег потеряли вот лично из-за тебя я потерял там один парень писал три с половиной тысячи долларов то после этого я промониторил некоторые каналы увидел что ситуация идентичная решил сегодня защитить отнюдь не блогеров и не подписчиков а здравый смысл я предлагаю сегодня защитить здравый смысл потому что он защите нуждается и по причине что этот канал я давно знаю супермаржин да на его комментариях я бы хотел из разобраться и понять где же тут здравый смысл во первых блогер трейдер он не обязан всегда быть правым он снимает свое мнение тысячу раз пишет об этом создает дисклеймер где пишет что я финансовых рекомендаций вам не даю всегда учитывает что есть несколько вероятности да у него есть мнение на его основе он делает какие-то сделки он делится так ему проще работать то есть он еще ведет параллельную деятельность на ютюбе как-то это монетизируется и так далее сейчас не будем углубляться но суть в чем ни один добросовестный ютюбер не будет призывать кого-то делать какие-то сделки потому что это в корне неправильно люди должны сами принимать решения но если мы прочитаем комментарии мы что увидим человек пишет это прям цитирую я вот из-за тебя конкретно вошел в шорт потерял три с чем-то тысячи долларов что он делает он перекладывает свою ответственность на другого и это поведение не здравое не только в ютюбе и в реальной жизни то есть когда человек не берет на себя ответственность за свои действия это во первых не мужской поступок не здравый поступок да ты что делаешь ты что-то натворил приходит последствия плохие ты говоришь виноват там тот сосед там и так далее то есть все кроме меня это делать в корне неправильно и с таким подходом человек никогда не добьется успеха человек который не берет на себя ответственность он никогда и ни в чем не добьется успеха ни в личной жизни, ни в работе, ни в бизнесе, ни в заработке, ни в крипте, тем более. Если кто-то ищет в YouTube готовый ответ, что ему делать, вот он пришел, и там написано, вот нажимаешь сюда и бабло, скорее всего, он нарвется на какую-то финансовую пирамиду в итоге и все потеряет. Есть люди, которые таких ищут, рисуют для них красивые картинки и накалывают. Потому что в объективной реальности эксперт на площадке YouTube, он делится своим мнением, который не является константой. Надо понять, что он не может знать на 100% куда двинется цена. На 100% будет знать только тот, кто двигает цену, кто заготовил там 10 миллионов долларов, сегодня будет покупать какой-то актив, дал маркетмейкеру, он сделает сделку, цена взлетит. Вот он точно знает. Задача же эксперта делиться своим мнением. Подписчик, человек, который смотрит это видео, он должен это взять как информацию, но ни в коем случае никак руководство к действию и потом не жаловаться. Это в целом подход не серьезный, не взрослый. Это детский подход винить других в своих ошибках. Просто вот избавьтесь от этого, если это у вас есть. Если вы видите это в людях рядом и подскажите им тоже, что с таким подходом никогда и ни в чем человек не добьется успеха. Это не достойно ни взрослого человека, ни мужчины в целом. Нельзя перекладывать ответственность на других. А теперь немножко обратимся уже к блогерам. Подписчиков с позиции жертвы покритиковали, теперь переходим в YouTube и посмотрим немножко, как работают блогеры. Просто вбил слово биткоин сегодня. Что мы видим там? 9 часов назад. Экстренный обзор. Сушим весла, летим в космос, биткоин, важно обращение там. В общем, вы видите, что творится. Все летят теперь уже на 300 тысяч, на 100 тысяч, 35 тысяч. То есть теперь все, у всех есть ощущение, что будем расти. Все снимают срочные видео, чтобы не пропустить. Чтобы потом вот это закрепить и сказать, вы видели, я же вас предупреждал. Хотите такой прикол? Я сейчас не хочу открывать каналы, чтобы в личную перепалку ни с кем не вступать. Просто вбейте слово биткоин, откройте любой из этих каналов, в котором сейчас пророчат, что 40, 50 или 100. Отмотайте на неделю назад, посмотрите их же ролики. На две недели назад. Вы увидите точно такие же видео, только про то, что будет 20 тысяч стоить. И это нормально, что человек может изменить свое мнение, потому что тренды меняются. Нельзя всегда говорить про шорт и всегда говорить про лонг. Но вопрос в чем? С каким пафосом это делается? С таким, как будто что-то сокровенное человек узнал, вот он знает все секреты мира. Обязательно кликбейтовое название и так далее. Вот все, летим на 100 тысяч. Потом сразу через два дня летим на 10 тысяч, потом через два дня летим на 100 тысяч. Но это перебор, ребята. Это на самом деле перебор. Это просто способ привлечь внимание аудитории, потому что кликбейтовое название. Человек заходит на YouTube, красивая картинка, нажимает и слушает. Мой совет, всегда когда вы включаете какого-то блогера и смотрите его мнение о сегодняшнем дне, всегда отматывайте на месяц назад, на полтора, вот когда он начинал. В этой ситуации рынка что происходило, в этой, в этой и какое у него было мнение. Вы для себя должны объективно понять, человек владеет ситуацией, или он просто ситуативно записывает то, что может залететь. И поверьте, это для вас критически важная информация, потому что, не понимая это, вы часто будете потом жаловаться на то, что вас куда-то завели. Потому что здравые ребята на YouTube никогда не снимают контент подобного рода, где они создают вас фома, ощущение, что вы все пропустили. Беги покупай, беги продавай. Здравые ребята так не делают. Здравые ребята снимают здоровый контент. Такие кликбейтовые видео чаще всего снимают как раз-таки люди, которые ничего не понимают в индустрии, им просто нужны просмотры, они видят конъюнктуру, цена взлетела, сейчас сниму, поставлю, что сейчас 100 тысяч, и пойдут просмотры, начинаем падать. Просто они двигаются, куда волна, туда и они. Информационная волна, а не цена. Поэтому слушать таких людей себе дороже. Тогда возникает вопрос, а кого слушать? Коротко. Готовый ответ давать специально не буду. Есть здравые ребята на YouTube, их можно найти, которые дают адекватный контент. Я лучше подскажу, как вам самим таких находить. Для этого просто включайте несколько фильтров. Первый фильтр. Ютубер пытается мне что-то продать срочно. Создает ли он у меня ощущение срочности? Если это происходит, это шарлатан. Ютубер создает только кликбейтовые истории, то есть летим на 100 тысяч, летим на 10 тысяч. То есть он такой конъюнктурный человек, или он как бы здраво размышляет и спокойно, адекватно объясняет всегда с позиции именно анализа, а не эмоций. Третье. Ютубер за всю свою карьеру признает свои ошибки, или он всегда прав, или у него всегда был запасной план, вот его шарты закрылись без убыток, он ничего не потерял, он только в плюс работает, он вот такой гениальный трейдер, что у него все всегда хорошо. Или он адекватный человек, и ему не стремно признаться, что вот я тут ошибся, я тут потерял. То есть живой человек не может быть всегда прав. Это вообще неестественно. То есть вы даже интуитивно же чувствуете, что что-то тут не то. И четвертое. Как я уже сказал, все очень просто. Открываете канал, отматываете назад. Просто посмотрите, как вел себя человек в тех или иных ситуациях. Это даст самую лучшую подсказку. Вы просто увидите, с кем вы имеете дело. Вот и все. Несколько примеров, каким инфлюенсером быть не надо. Имена называть специально не буду, не хочу вступать в какие-то конфликты личные, потому что это не очень профессионально, но есть персонажи на YouTube конкретно, которых я очень давно вижу. Я просто их паттерн поведения хочу рассказать. Кто следит за YouTube, скорее всего поймут, о ком идет речь. Вот есть такой трейдер-инвестор, у которого все всегда растет. То есть у него одна позиция, long. И по факту, когда цена была в районе 60-70 тысяч, он призывал всех покупать. Говорил, что идем на 100 и так далее. И он не менял свое мнение, вот все это падение. Он все время говорил, что дальше падать смысла нету, сейчас будем расти. И призывал людей докупаться. То есть он призывал покупать Solano по 200, по 150, по 100. То есть это все скидки, покупайте, луну покупайте, то есть покупайте, покупайте. И когда цена отскочила от 15, он сказал, вы же видите, я же был прав, цена начинает расти. Ну конечно, в этот раз ты был прав. Но учитывая, что ты засадил людей по высоким ценам во все активы, да нифига ты не прав. Естественно, если выйти и говорить, что завтра пойдет дождь каждый день, в какой-то день ты окажешься прав, в какой-то день дождь пойдет. В какой-то день цена отскочит. Это тоже естественно. Противоположный пример. Я еще когда только начинал в эту индустрию входить вот в районе 3-4 тысяч долларов, блогеры некоторые рассказывали о падении на тысячу долларов. Потом, когда цена начала расти, они всю эту дорогу рассказывали, что это фейковый рост и сейчас будем падать. И они будут докупаться фундаментально надолго. И вот так удерживали свою аудиторию. Цена дошла уже до 20, они продолжали всем рассказывать, что цена дальше не пойдет и так далее. И когда после 64 цена начала валиться вниз, они сказали, вы видите, мы были правы, цена начинает падать. Естественно, в какой-то момент цена двигается и в другую сторону. Это же рынок, он двигается и вверх и вниз. Нельзя быть настолько упоротым и настолько деревянным. То есть, рынок двигается в две стороны. Нормально менять тренд, нормально менять свою позицию, быть лонгистом, шартистом и так далее. То есть, нельзя все время смотреть в одну сторону. Это путь к ликвидации, больше никуда. Если вы просто из-за своих убеждений не меняете свое мнение, то вы в какой-то момент просто поймаете ликвидацию. А есть такие блогеры, инфлюансеры, которые вот всю свою аудиторию, вот этот весь рост удерживали от покупок, а другой товарищ все это падение их удерживал от продаж и заставлял покупать. Это настолько нелогичное поведение. Вы если берете блогера, просто мой совет, отмотайте на отметку 68 тысяч, посмотрите, что он говорил, если он так давно ведет канал. Если он еще дольше ведет, просто отмотайте на коронадамп. И то же самое. Посмотрите, что он здесь говорил. Если вы увидите, что все это время он вам говорил, что цена не будет расти, а здесь он говорил, что это будет отскок и сейчас полетим вверх, ну просто не слушайте этого человека. Он неадекватен. Он уператый, он каменный, деревянный, не гибкий. А здесь нужен гибкий мозг. Просто слушайте то, что они говорили раньше, делайте свой анализ. Если у тебя возник вопрос, а ты сам-то понимал, что будет с ценой, я просто сейчас вставку сделаю просто для понимания ситуации, да? Как мы помним, в большинстве случаев пробивается вверх. То есть вот этот сценарий вполне возможен с дальнейшим ретестом возможным и продолжением движения. Тот факт, что все начали ждать 20-22 тысячи, меня немножко подстегнул, что, скорее всего, они не дождутся. И вот результат. Вот прошло 23 дня. Ну, давайте я сейчас сниму обзор, буду показывать, смотрите, какой там я ванга, прям все, что я предсказал, так и случилось и так далее. Да, эту вероятность мы рассматривали. Да, мы это предвидели, скажем так, какие-то сделки открыли, но мы не были уверены 100%, как и любой другой трейдер. То есть мы, исходя из теханализа, из графика и еще из того, что все ждали вниз, мы предположили, что цена пойдет вверх, чтобы не дать этим людям заработать, потому что у рынка нет цели, чтобы заработали трейдеры, все работает наоборот. Поэтому так получилось, что картина настолько идеальна. Почему она идеальна? Да потому, что был уровень, вот это движение рукой сюда, это до уровня, движение сюда, это ретест, это не какое-то чудо, не магия, не вангование, это просто понимание теханализа, ничего больше. И сейчас снимать ролик, где сказать, смотрите, какой я там суперумный, я все понимаю и так далее. Но это пафос, ребята. Это просто владение теханализом, ничего больше. Так же может владеть любой человек, который потратит достаточно времени на это. Вместо того, чтобы кого-то винить, потратит время на свое образование и сможет это повторить. Это не потому, что я ванга с луны спустился, вот я так нарисовал. Еще раз, я провел линию до уровня, диапазона, да, и до ретеста. И логично, что так и произошло. Любой адекватный человек, который способен обучаться и потратит достаточно времени, он тоже научится. Не надо из этого делать какой-то космос, меньше пафоса, как говорится. Не надо этой мишуры, понтов. Это временные все явления. Люди не глупые в целом, интуитивно чувствуют, когда это все понты. Какое-то время последят и уйдут. По итогу люди ищут здравую, адекватную информацию. Кликбейт это все временная фикция, мишура. Мы принципиально к этому относимся отрицательно. Мы считаем, что контент должен быть здравый, взрослый, серьезный, без всяких там ложных обещаний, сказок и так далее. И от аудитории тоже ожидается адекватное отношение. Поэтому в сторону эмоций, в сторону пафос, понты, рассказы о том, какие крутые все, давайте делом доказывать, что мы умеем, что мы не умеем. Меньше слов, больше дела. Меня зовут Арсен и здесь говорят правду.